Вообще оператор сидит не там, где надо сидеть. Пусть там и сидит. Такой оператор. А вообще что это за город? Квадорозин, курортный город. Столица, наверное, княжества когда-то была. Город крутой. Короче, вся Голландия от нашего города нам принадлежит. В общем, с этого города получается вот Александр в Голландии править, да? А Александр является, наверное, правнуком королевы. Ну, королевы, да, которая тут рождена, как княгиня получается с этого города. То есть, короче, голландцы как бы вот тут, ну, очень часто тусуются, потому что это как бы, ну. То место, куда они ездят поклоняться. Она, короче, у них такая знаменитая тетка, это королева. В общем, комплексы не достроены. Как бы получается, вот это крыло, это конюшни бывшие. Вот это вот. Это конюшни. И там просто-напросто не успели достроить вот ту вот часть. Тут музей сейчас, короче, с этого города крепостной. Был крутым дядькой архитектором. Рауп. А тут его маленький музей такой. Вот он очень много чего построил крутого гермарина. А был крепостным, короче, у него нашли талант. Отдали его учиться. Ну, как, князь подумал, что он талантливый, да, то есть. И я дал его учиться, на самом деле, как сказать, скульптор крутой получился. Он построил, кто в Берлине был там. Унтер де Линде, улица называется, там. Кто он? Фридрих на коне, по-моему, извиняюсь. Алло, да, пап. Нет, кто жал. Вот, а если хотите, покажу, в дом крепостного сходим. Если быстренько сходить. Красиво, конечно. В общем, содержание стоит дорого. И поэтому, как бы, в определенной части князь живет сам. Остальная часть городу принадлежит, и музей. Потому что финансово, ну, не содержать его. Тут эти стояли, да? Да, постовые. Постовые. Отдевил тут бойницы. Видел бойницы? В две стороны. Караула, вот тут водой наполнялась. Караула, да, чтобы вплавь перебирались. Говорит, революция была, что 15 минут, и все. И закончилась, да, революция? Это вот, это, так, охранные помещения. Где охрана стояла, ну, понимаете, да, что она была. Угу. Домики охраны. А вот подставка для мушкетов. Видишь, как, ну, для оружия. Как выходит, оружие. Да, да, да. Финол смотрим, старый революционер, там, плюс линейки так спать. Пошли с ним, общественные туалеты. Хорошее место в туалет. Надо показать людям, что туалет может быть туалетом, не запахом, а цитонным. Где-то, когда ты едешь долгий, потом зайдя в туалет, ты просыпаешься. Ой, да, чувак, когда ты зашел, то вот, и все, спать больше не ходу. Лучше любого кофе. Девочки. Тут а девочки. Маленькие. Тут а мальчики. Это просто общественный туалет, да? Ну да, для комплекса, к этому комплексу. То есть комплекс работает по какому-то периоду времени. Я его открываю, закрываю, там надо прочитать. Соответственно, ну, что закрываю. Чистенько, мусора нет. Да, тут мыло даже и... Бычков нету, клевков нету. Ну а вода? Считаю, что это бумага вот на руке. Вкратник, что я не тырит. Вот, ну идите дальше, я... Ага. Можно тебя попросить меня сфоткать? Ну, пожалуйста. Вот тут, на фоне, вот там, вот это... Камеру выключи. Почему? Я хочу, чтобы ты меня сфоткал. Вот это по центру. Ну, по центру. Чтобы видно, вот тут зал был. Так встань в центр. Спасибо. Сейчас подойдем, обратите внимание, как стекла играют. То есть стекла еще не могли делать ровные. Они как бы вот такие вот. Если я сюда видишь, вот такие вот. Как играют. Кривые. Самые стекла. Не знаю, не знаю. Тут самое интересное, вот это, как брендирование, да? Брейдинги, вот эти все бренды. Короче, там, допустим, дичь из княжеского леса, мед из княжеского леса. Там, короче, там, ну, вот эти все овощи из княжеского леса. И как, ну, продается хорошо. Если пойти по магазинам, прям, ну, кушонка может продаваться с дичь, ну, как княжеская. И крышу вот этим вот шифером, что я тебе рассказывал, покрытый. То есть это камень, который, ну, как. А вот эти крыши? Да, да. Это камень. Его, как бы, рубят. Ну, как не рубят, колят, да, получается. На пласты он разделяется. Да. Потом разную форму, как бы, делают. Ну, пластов этих. И вот обивают крыши. Тоже это фишка региональная. То есть, где, видать, этого камня было много из этого, ну, как делали этого. Ну, понял, да, что я имею в виду? Да, да, да. Ну, да, я смотрю вам все крыши. Да, это, ну, архитектура. Похоже, да. Похоже, да. Входи из крыши, с этого, что я рассказывал. Шейпер. Камня здесь не одного, да? Ну, короче, он легко обрабатывается. Там есть, знаешь, как бы, такая форма, конечно, наверное. То есть, ну, любая форма. Получается, как бы, форма, знаешь, как вот. Хоть женщина развернулась. Как пирожные делают, только так же, ну, как выдавливают камень. То есть, ну, как оно вырубает, ну, края. А что здесь везде, когда-то? Корбах. Пробляется Корбах, это район, да? Это земель. Район. Ваш район. Там, смотри, там тоже после этого впало. А вот, да, с турагами. А вот, ну, еще повалили, не так. Приват грунт тут. Вербот. Все это, как бы, сад их, да, и все закрыт. Закрыт, потому что после урагана повалило. Нет, не после урагана, это как приватная зона. Нет, ну, приватная, но это же после урагана повалило. Да, повалило после урагана. Вот тут я, честно говоря, немного прочесть здесь. Тут, короче, библейская вся суть. И военная какая-то. Это я даже читать могу, наверное, полулаты. Все эти плиты. А здесь что за окнами? Ну, за дверью. Я не знаю. Закрыто. А там что? Написана библиотека. Где-то тут. А вот он, за той дверью что? Дворцовая библиотека. Хофт, ну, дворовая библиотека. А это все библиотеки? Да. Ну, тут вот это крыло в моем. Вот они реально содержат. Представляешь, какие деньги? Это, допустим, когда люди, как сказать, в Германии нет такого, что ты заработал денег там и живешь там круто, как Алла Пугачева. Может, это ездит, он его по телевизору не показывает. Человеку этого достаточно денег, но он не может финансово это все, ну, как содержать. Поэтому так, ну, как городу отдано. То есть, получается, так, его и не его. Ну, все равно прикольно. Ну, конечно, это же, это самая культура. Тут получается, как бы, людей такой, знаешь, ну, как они жили, какая посуда у них была, и потом, как сказать, когда с турками воевали, как там шатер турецкий, оружие, там одному чуваку руку отрубили, какой у него протез был, короче. Этот мундир, как, ну, в крови, вот как, ну, как он раненый был. Ну, интересно. Награды всякие, там, бриллиантами украшены. Ну, красиво. Короче, в общем, собрано то, что, как они делали. А, даже большая, слушай, большая картина нарисована. Такая большая картина, все эти родственники нарисованы там, так стоят. А ребенок один умер, и его все равно сказали, надо рисовать, чтобы он был. Хотя уже его не было в жизни, когда рисовали картины. Прикольно. А, простой, да? Директор, блядь. В общем, короче, тут был батальон Вальдек, короче, ну, как бы княжеский, да, за батальоном, вот табличка. С 1681 года по 1931 год. Потом на базе всего это была, короче, организована школа СС. И сейчас, тут типа музею, тут всяким делам, я не был ни разу, поэтому сказать не могу. Карта, как в Германии, была разделена после Второй мировой войны, нарисована. Короче, школа СС была, и там по фотографиям видно, что фюрер тут был. Вот это напротив здания, там у них кинотеатр был, короче. То есть, в общем, люди тусовались и капитально тут. Это раньше в центре стояло. Тут, ну, там я не знаю, видишь, история этому всему делу посвящена. Как Германия разделена была, показана частями. В общем, краткая история. Вот, 3 октября 1990 года, что произошло, так, ну, объединение Германии. Вот. Как бы это маленько этому посвящено. А это сам вход в музей, он как-то по определенным временем работает. И, посмотрим, там можно попасть под видео. Считаю, что по искусственному осеменению, конкретно Винклер ездит по всей Германии, они предлагают, да, и Бакфас, и Карникой они занимаются. Получается, у них календарь есть, ну, полностью. То есть, как бы, Винклер, она сама не пчеловод, она просто, ну, как и семенатор, а семенатор, оператор его, да. Получается, под них сперму все готовят, они приезжают, то есть, доят пчел и осеменяют, да, то есть, едут Корниковой, там, там, Карники, сперма готова, едут Бакфастникам, там, Бакфаста, ну, трудня вытянули. А, считаю, что Маха, да, как бы, она дому работает, и Брауза так же, и причем они же по Европе вообще ездят, только по Германии. То есть, там они реально, как бы, ну, гоняют, как бы, это востребовала такая профессия, конкретно Брауза, допустим, и Винклер сравнить, других я, как бы, не знаю, кто есть. Маха на дому, при этом он сперму, как бы, еще они продают по программам, там, допустим, в Голландию отправляют, в Швецию, в Австрию, везде, то есть, куда заказ спермы идет, да. Вот. Потом Хирхайн, да, осеменяет, и плюс еще есть маленькие, как бы, конторки, или как их назвать, я не знаю, ну, пчеловоды, да, которые тоже осеменяют, с кем ты можешь договориться. Как бы, проблем с осеменением нету. Вообще, как бы, я не вижу, какая проблема может быть, там, ГДГ, там, это, 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 если работать, как бы, и всем заниматься, можно все сохранить, и можно, ну, все делать. Вот, Ваня, свидетель, много людей сказали, что мне больше бакваз нравится, но я занимаюсь параллельной карникой, потому что те, кто хобби пчелы в Германии, у них есть спрос на карник. Ну, я вот могу сказать, вот по мне, да, конкретно, смотри, у меня же не было, у меня карника, мы начали с карники заниматься, да, пчелами, потом проблема началась под солнечным, и Юра Буржуй говорит, ну, Буржуй, проще, да, сказать, так больше знаю, он меня попросил, да, найди, говорит, нет, бакваза. Потому что там, говорят, не заливается, туда-сюда, ну, бакваз тоже заливается, есть хороший взяток, бакваз заливается. Вот, то есть, я, получается, я вообще, как бы, не был знаком с баквазом, я ему нашел бакваз, получается, мы репродуктировали его, и сделали, этот он, ты скажи, его. Сделали искусственное осеменение, все отправили Юре, себе оставили, какую-то часть там продали, ну, я уже не помню, это было много лет назад. В общем, как бы, я оставил пчелам, ко мне приехал Александр Шунт, короче, с Алтая. Приехал в гости, я говорю, поехали, пчелки покажу. Ну, вот, реально, что было, это Б-82 была от ручки, это открываешь улей, короче, пчелы есть, но их не слышно, короче, вообще, как бы, ну, и масса такая, как бы, вот, мне вот это, по-моему, мне в баквазе нравится, что их всегда много, что они спокойные, не роятся, и, как бы, вот, вот эти все характеристики, да, как бы, по меду там, ну, бакваз может на 300 кг, на 7 кг, больше принес, как бы, это, ну, такое показать. Ну, эти, как бы, плюс вот эти килограммы, на объеме они тоже выигрывают, да, то есть, когда семей много. Главный показатель это заключается в том, что тебе меньше работать надо, то есть, получается, зарабатываешь столько же, но у тебя, ну, как бы, головных более меньше, чем, допустим, с карникой. С карникой проблема, это именно то, что слабость, да, семей. Извиняюсь, не зарабатываешь много времени, сколько же, а зарабатываешь, получается, больше. Ты зарабатываешь чуть-чуть больше, но, как бы, затраты меньше, вот. Не знаю, мне нравится. У нас регион такой, у нас корниководы, да, ну, вот, сейчас я наблюдаю, то есть, ну, то есть, перспектива. Получается, в Германии, конкретности, про Германию говорят, челоды все старые, а старики, они все более консервативные, то есть. Они не видели ни разу бакфаста, но слышали, что плохо, то есть, понимаешь, как бы, ну, вот, слышать это же лучше, чем видеть. Вот, ну, я не спорю ни с кем. Мне, как бы, безразлично, я считаю, что, как бы, со временем оно все выйдет, да, кто прав, кто виноват, это все покажется. Но, как бы, много людей, которые, в данный момент, они, ну, как бы, берут, да, бакфаста, пробуют туда-сюда, нравится, потом спрашивают. Даже не у меня, так просто, ты же разговариваешь, когда, некоторые люди вообще скрывают, что у них бакфаст есть. Как бы, знаешь, как бы, стыдятся, боятся сказать, потому что их не соседи начнут, там, а ты историчный, ну, вот, заводил бакфаста, или еще что-то. Как бы, не то, что, боясь чего-то, просто, как бы, ну, меньше базарить с этими людьми, так сказать. А так, мы сами, как бы, у меня большая часть карники, потому что, как бы, регион карниководов и продажи карники, семей, именно. Вот, мы, как бы, разделились по деревням, я зимую вместе, потом рассортирован, тачки, и все, как бы, так. Мне, честно сказать, мне вообще пофигу, какие пчелы будут. Будут другие пчелы хорошим, будут другие пчел держать. Как бы, я не гонюсь ни за чем-то, мне пофигу. Как сказать, ну, во-первых, цель пасеки самой, ну, мое личное мнение, цель пасеки, или ты, допустим, для души держишь пчел, да, или ты работаешь на это. Все равно, когда человек держит уже больше того, чтобы для себя покушать и родственникам дать, это уже, ну, зарабатывание денег идет. Любой человек будет стремиться заработать быстрее и больше, и меньше работы, чтобы заработать. Это мое мнение, как бы, я вот на этом основываюсь. Ну, пошли. Субтитры сделал DimaTorzok